Привет, друзья! Расскажем о результатах предпоследнего тура чемпионата России в этом году. Химки выиграли у Арсенала 1-0 и подойдут к матчу с Локомотивом серии из 5 игр без поражений, 4 победы и 1 ничья. Канониры находятся в зоне стыковых матчей. Подопечные Парфёнова 7 туров остаются без побед. В матче аутсайдеров Ротор с минимальным счётом обыграл Уфу. У проигравшей команды есть претензии к арбитру, ведь пропущенный гол случился после того, как они остались в меньшинстве. В этой игре телезрители увидели аномальные 15 жёлтых карточек. Ротор впервые победил с октября. Сочи-Спартак тоже минимальная победа хозяев поля. Матч завершился скандалом в потрибунном помещении, но нас больше интересует статистика. Кристиан Набо забил впервые с сентября. Южно-американский игрок имеет уже 8 матчей в РПЛ. Спартак за всю игру один раз попал в рамку ворот Джанаева. Клуб впервые уступил за 5 туров. Зенит обыграл Динамо 3-1 и вышел на первую строчку. Напомню, что в последней игре динамовцы отпраздновали победу в очной игре в августе. Дзюба забил дубль. В этой игре отметился ещё один лидер бомбардирской гонки Азмун. Отметим, что москвичи на выезде играют неудачно. В этом сезоне только две гостевые победы из 10. Наверное, самое болючее было в Грузии. Тамбов потерпел шестое поражение. В чемпионате подряд в 18-м торе клуб споткнулся о Рубин 0-1. Вспомним, что в прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой в ничью. Свой третий гол в карьере забил защитник Илья Самошников. В матче бывших участников Лиги чемпионов Краснодар нанёс локомотиву самое крупное поражение в очной истории. Быки второй тур побеждают со счётом 5-0. У подопечных Мусаева 4 матча без поражения во всех турнирах. 3 победы и ничья с Челси. Берг – автор дубля. Швед забил 8-й гол в РПЛ. ЦСКА один раз в истории проиграл Уралу. Но что творится с московской командой в последнее время, скажет нам статистика. 0 побед, 3 поражения и 3 ничьи. Игра 18-го тура принесла команде Гончаренко очередное разочарование. 7 игр в различных лигах без побед. Ахмат принимал Ростов, между которыми была дистанция в одно место в таблице. Ростов победил. Что же касается личных встреч, то Ахмат не побеждает в четвёртой игре подряд. Напомню, последняя встреча этих команд завершилась 3-0 в пользу команды Карпина. Следующий тур станет последним, после чего клубы уйдут на зимний перерыв. 16 декабря в среду. Ротор примет Арсенал. Сочи – Динамо. Зенит в центральной встрече будет противостоять Спартаку. Химки ждут Локомотив. В четверг состоится три игры. Краснодар – Уфа. Ростов – ЦСКА. Ахмат – Рубин. 18 декабря закроют тур Тамбов и Урал. В списке лучших бомбардиров и ассистентов значится. Дзюба и Азмун отметились по 10 раз. По 8 мячей имеют Ларсон, Берг, Набо, Понсе, Влашич. А лучшими ассистентами являются Шаманский, Сантос, Бакаев, Маргасов. Они отдали по 5 голевых передач. Таблица. Растворилась наша троевластья. Зенит первый – 38 очков. Спартак отстал – 35 баллов. У ЦСКА – 34 очка. Ростов входит в первую четверку. Следом – Динамо и Сочи, у которых по 30 пунктов. Локомотив и Краснодар – соседи по таблице. Их разделяет уже одно очко. С 9 по 12 место расположились Рубин, Ахмат, Химки, Урал. 13-й – Арсенал, 14-я – Уфа. Тамбов и Ротор занимают последние места в турнирной таблице. Узнайте потенциальных соперников Краснодара по 1 из 16-й финала Еврокубков. Услышимся на спортивном.